И теперь как девушка лидер по природе, как же ей в деятельности развиться, стать лидером матерью для всех, как стать женщиной с большой буквы. Первое, что нужно знать, что вот в детском возрасте вот такую девочку нужно отдать в различные кружки, танцы, пение, и она должна быть очень сильной энергией, писаной занимает, танцы, пение, искусство всякое, для того, чтобы она была активной в жизненной позиции. Потому что энергия воли женщины только через любовь развивается, через любовь и отношения. Ну то есть если уже в девочке нет контакта с другими девочками, она не общается, если у нее нет никаких искусств, то есть она свою энергию любви никак не проявляет в жизни, то она находится просто в депрессии, в изволенном состоянии. Понимаете, воли у женщины всегда действуют, когда она находится в любви, в отношении. И нет с мужчиной не именно в отношении, потому что преждевременные отношения с мужчиной у девочек вызывают очень сильное осквернение. То есть, понимаете, девочка, она соткана из чистоты. Вот мужчина, он добивается всего с помощью усилий, а девочка, она добивается всего с помощью сохранения себя. Потому что в женщине все самое хорошее уже есть, и ей просто нужно это не распискать. И когда девочка начинает строить отношения с мальчиками, она все растрескивает и становится очень циничной, такой, знаете, депрессивной, такой уже молодой старушкой, понимаете, которая все повидала, все виды и такая, как бы, уже такая. Так, что бывали, беби, так, что бывали, не приставали, не приставали. Ну, такая, как бы, беби, такая становится, такая замученная, оскверненная, несчастная, депрессивная и циничная. Это признак осквернения женщины, что она потеряла чистоты. Но это не значит, что она всю жизнь, то есть, она начинает жить чистой жизнью, очищается и начинает понимать, что ей нужна любовь, нужны отношения. И с этого момента она должна понять, что ее психика, ее жизнь, она должна пойти по правильному женскому пути. Первое, означает очень радостные отношения, направленные на заботу и любовь всех людей вокруг, особенно родственников, близких, в первую очередь. То есть она через эти отношения приходит сильной позиции, когда у девушки есть сильная позиция внутренняя, она, понимаете, в обществе, в мире, запомните, есть только две силы. Есть мужская сила и женская, с точки зрения отношений. Когда побеждает мужская сила в отношении, это разврат. Когда побеждает женская сила, это семья. Поэтому всегда должна побеждать женская сила. Девушка должна быть настолько жизнерадостной, сильной, что она должна сбить с ног какого-то парня хорошего. Не то, что ее сбили с ног, там, в постелье тащили. Она должна сбить с ног хорошего парня. он должен добиваться его, как быть, она должна его держать на дистанции, пока у него, как бы, кондуктор внутри не сообразит, что, или как там, автомат, который работает, внутри не сообразит, что надо жениться, а соображать он оттуда, понимаете? Сначала ему нужен только секс, но когда он уже понял, что надо жениться, потому что человек хороший, одеваться некуда, все равно ничего не даст, с этого момента, как бы, называется, клиент созрел, понимаете? И в этот момент девушка женится, выходит замуж, все на всех хватит, вот, и она должна понять, что женский разум, а в деятельности человек успешен только с помощью разума, успех в деятельности назначает сила разума, понимаете? Женщина может быть, иметь сильный разум только когда она имеет стабильную личную жизнь, потому что, если у женщины не стабильная личная жизнь, то она очень неустойчива психически, у нее нет возможности терпеть деловую жизнь, вот так вот сказать. Деловая жизнь или деловое отношение — это гипероскеза для женщин, потому что это не отношение любви, нежности и доброты, это отношение долго, отношение жесткие, строгие, иногда циничные, понимаете? Для женщины все это жесть. И как бы терпеть это все, если у тебя нет прибежища в жизни, невозможно. В результате женщина входит в эти деловые отношения, и она в них ищет близость, доброту и теплоту, взаимопонимание, а там ничего этого нет, это деловые отношения. В результате она с ней проходит четыре стадии. Первая стадия — мне здесь нравится, вторая — устаю, третья — надоела, четвертая — ухожу. Понимаете, вот это вот в ней поставят эти циклы по два-три года, четыре-пять, на каждой работе существует, потому что она как пылинка, в этом мире нет прибежища, и она это прибежище пытается найти у работы. А у работы нет прибежища, там ты эксплуатируют, особенно если ты зависим. Вот женщина незамужняя, она зависит от работы, начальник это видит, начинает ее эксплуатируют. Сверхурочная работа, ну, унижение. Она тоже боится потерять работу, потому что у нее мужа нет, как бы она надеется только на работу, как прибежище для нее. И в результате, вначале ты из нее все соки пьет, пьет, там, что только не делал, еще и постель тачит ее. Ну, то есть веселая жизнь, понимаете, во всех отношениях. Поэтому женщина сначала должна выйти замуж, или, по крайней мере, найти прибежище в отношениях очень глубоких, с подружками, с родителями, то есть быть устойчивым в жизни, в отношениях, чтобы она не зависит от начальства, от работы, как сильно. Я поэтому женщины вам это второе очередное скажу, что будут убедить, что вам будет грустно на время этой беседы. Они уже видят, что вам грустно. Вот. И дальше, когда она вышла замуж, ну, естественно, надо рожать детей, в юном возрасте женщины. Потому что это естественно, молодое тело легко рожает, легко вынашивает, все без проблем, все это происходит, понимаете? А в возрасте уже со скрипом все. Как некая девушка подходит в 50 лет, мне говорит, Олег Геннадьевич, как мне изучать ребенка? Я вот развивалась все время теперь и решила изучать ребенка в 50 лет. Я говорю, вам надо еще лет 10 поразвиваться, когда вопросы вы отпалилишь. И так, дети есть, муж есть, семья устойчивая, женщина видит. Дальше что? Дальше она получает поддержку от родственников, от мужа, потому что без поддержки женщина не сможет это делать. И начинает заниматься своей деятельностью. Сначала надо женщине брать еще немножко на себя, чуть-чуть, потому что ей трудно будет раскачиваться из семейной жизни в деловую. Женщине приходит очень сложно, для нее это стресс. И она потихоньку начинает что-то делать для себя, не для денег, просто ей интересно. Она обычно, женская деятельность связана с следующими направлениями. Первое направление искусство, второе творчество, третье забота, четвертое социальная жизнь общества. Пятое направление благотворительность и так далее. Вот в этих сферах женская энергия очень сильна, и там женщины могут быть хорошими лидерами в этих сферах. Если есть женская деятельность, ясно, что там, где строят, это не женская деятельность. Ну то есть там, где энергия любви есть, там женщина может быть лидером, где это может быть деятельность, бизнес, но это женская сфера, где это приносит женщине счастье. Как же она дальше должна развиваться? Она должна понять, что мечтательница – это девушка, которая, в принципе, не может выйти замуж даже. Она будет одинокой, пока не выйдет из этого состояния. На второй стадии женщина должна стать активной именно в личной жизни. То есть должна подружить, больше иметь, всем служить, о всех заботить, стать красивой и выйти замуж. Но некоторые женщины, вот на этом второй стадии развития, как мужчина-батрушка, потом работа-голик, у женщины тоже есть такая стадия. Но она может пойти в сторону создания семьи. Понимаете? А может пойти в сторону, в которую сейчас современное общество ей голову в кемяшину. Надо сначала выучить, сначала стать человеком и потом замуж. Понимаете? Женщина уже человек с самого начала. Ей не надо становиться человеком. Она и так уже, как бы, имеет возможности все в жизни ей необходимые. То есть ей нужно просто научиться заботиться о людях, стать красивой. В результате заботы она набирает силу, красоты и, как бы, сбивает кого-то с ног. Понимаете, женщина говорит, как выйти замуж или иначе? Выйти замуж невозможно. Надо кого-то сбить с ног. То есть стать сильнее мужского начала. Понимаете? Если женщина становится сильнее мужского начала, тогда мужское начало ей подчиняться начинает. И, естественно, берет ее замуж. Вот и все. Некоторые думают, когда уже я дождусь своего принца. Никогда. Потому что от принца не дожидаются его, сжибают с коня. И вот грязь. Я готов целовать песок, по которому приходило. И жбитая из козла. И жбитая полоску ей. Сбитая с коня мужика. Вот. Ну вот, такая последовательность. И потом, когда она все-таки выбрана, а вот неправильный путь у женщины, это называется бизнес-леди, то есть она вместо того, чтобы развиваться как личность в личной жизни, она начинает развиваться как личность в деловой жизни, но при этом не замужем, или семью не укрепила свою. В результате ничего с ней происходит с женщиной, она идет не в ту сферу жизни, не в ту сферу развития, то есть у женщины основа это личная жизнь, а настройка это деловая жизнь, а у нее деловая жизнь это основа, а личная жизнь когда получится, то есть настройка. В результате энергетика в ней не та действует в организме, она в результате истощается, у нее начинают германальные расстройства, она становится некрасивой, она начинает перенапрягаться, как мужик начинает курить, потому что вообще женщине курить не надо, потому что у нее психика и так, как полная энергия любви, энергия любви расслабляет человека все, поэтому мужик когда женится, он всегда расслабляется, рядом с женой. Поэтому в древней культуре мужиком советовали сначала развиться, а потом жениться, ну потом, чтобы расслабляться уже было чему-то, нечего расслабляться, еще и расслабляется, это вообще капец. Ну то есть, ну то есть, ну то есть, ну то есть, ну а женщина, она и так расслаблена по природе, но если она выходит, личной жизни нет, она пошла в демовую сферу развиваться, то она становится очень напряженной, если она опять начинает курить, высыхает вся, становится бизнес-ледней. А ты такой холодный, какая из белька в океане. Понимаете? Она же сама такая холодная. Ну, в общем, жесть. В лучшем случае она находит себе, ну, вот если делать вот присадку, вот женщина, раз, у нее машина, там, квартира, крутая фирма. И они надумают, вот если у меня есть машина, квартира, крутая фирма, то я найду себе еще круче. А вот давайте разберемся, кому мужчине, кто мужчине-то нужен. Мужчине нужна женщина. Женщина означает, что она такая крутая. Женщину лучше, извините, я просто вам открою, как бы, тайную, как бы, такую вещь мужского начала. Вот кому-то, кто мужчине нужен. Нам нужна красивая такая, симпатичная такая, знаете? Да, мы как-то все, да, да. Понимаете? И представьте, бизнес-леди такая вся, крута. Да, мы хорошие, да. Как это сочетается вновь с людьми? Да никак не сочетается. Что, она дура, что ли, перед ним? У меня все есть. Вот. В результате она находит себе кого? На руку А. Альфонсо, да. То есть находит себе мужчину, так сказать, очень ее любит. Очень ее любит, она такая, развитая, так она ему понравилась, работать не хочет, гад. Вот. Просто, как бы, тесто, понимаете? Ну, есть кирожки же, да, уже оформленные, а есть тесто. То есть, как ни возьми, сквозь пальцы проходят все время. И вот это тесто, оно с этим тесом живет потом. Я думаю, что, что же мне так не повезло, а? Ну, тут дело-то не везение, а неправильное мышление. Понимаете? Ну, что, находит себе человек, всегда противоположность. И некоторые женщины думают, что если у меня вот все, я крутая, это значит, я развитая женщина. Это все наоборот. Развитая женщина, это женщина, которая развита доброта, нежность, материнские качества, терпение, смирение. Вот это развитая женщина. А женщина, которая, как бы, на руку не переносит мужское начало, но она, как бы, нервничает от любого мужского жесткого слова и, как бы, сама на него наезжает. Это не развитая женщина. Это женщина, которая пошла в неправильном направлении. Звилась с пути, так сказать. И тут, как вы говорите об успехе, ну, какой тут успех? Ну, то есть, несчастная жизнь, вредные привычки, может быть, даже спиртное, как результат. Ну, и сразу возвращаться назад. Даже с альфонцем. То есть, ты, как бы, поменьше работаешь, больше уделяешь времени в семье, он, в результате, начинает больше работать, потому что идет же баланс. Понимаете? Ну, кстати, мужик становится мужиком, женщина, женщина рожает детей, и потом уже сама начинает развиваться как лидер. Но это лидер другого плана совсем, потому что женщина, которая бизнес-леди, понимаете, она, как мужик руководит, то есть, она имеет мужские качества. То есть, на всех, кто идет на работе, там, ходит пальцы к веером, там, всех гоняет. И из этого жутко просто недовольна своей жизнью, жутко истощается, потому что никакой силы в таком поведении у женщины нет. Потому что настоящая женщина-лидер, она не так себя ведет. У нее очень сильные материнские качества. Вот представьте, у нее хорошая семья, сильная лидерская позиция в жизни. У мужа, у нее тоже, потому что она же лидер, и муж тоже будет лидер. Ну, то есть, у нее статусное общество, ее окружают, статусные люди. Она мать, понимаете, она, допустим, мы друг варим в какой-то фирме. Она говорит, ну что, Василий Петрович, все пьем? Ну, по-доброму. Он говорит, ну да, ну что, ну такая жизнь, ну мы же тебя уволим. Ну, как бы, ну ладно, что, ну ладно, увольняй. До свидания. По-доброму, все, взяла, увольняй. Понимаете, и она потом приходит, говорит, все, я понял, не буду петь, возьмите меня назад. Она говорит, ну хорошо, последний раз. Понимаете, она вообще не парится. Люди ее все уважают, потому что она по-доброму всех увольняет, наказывает, как мать, понимаете. И все как шелка выходят. А если кто-то, как бы, вот тут, у нее есть еще помощник, мужик. Зачем со мной, как бы, ну, по-мужски с кем-то, если надо поговорить, зачем со мной, есть же мужики для этого. Она, мне есть какой-нибудь еще помощник, она говорит, фас. И тот, показывает ему куськину маму. Вот. Ну, я просто говорю о развитии женщины. То есть женщина, настоящая женщина-руководитель, она руководит без проблем, без напряжения. Настоящая женщина-руководитель даже сильнее, чем мужчина, понимаете, руководитель. Потому что ее силу руководства она подчиняет себе всем. Ну, например, Клеопатра, да, ну так, как женщина управляла целой римской империей много лет. Ну, то есть я просто, как пример, привожу женская сила власти, она гораздо сильнее, чем мужская. Потому что, ну, она осудкана из любви, из доброты, более высокие качества. Потому что даже мужчина развитый, он все равно потом становится отцом. То есть он качество любви проявляет в себе. Но женщина сразу же может это делать в управлении. Ей не надо сильно напрягаться, ей просто нужно правильно сформировать свою жизнь. Запомнили стадии развития? Вот на какой вы стадии ходите, куда свернули, посмотрите. Вот мужчина, допустим, куда сворачивает? Он становится, сворачивает в разгульную жизнь. Пошла, допустим, чуть-чуть жизнь, бизнес пошел, налаживается, деньги появились и понеслась. Там любовницу себе завел, там корпоративные вечера, там и так далее. Это тупиковый веток развития. То есть результат деградации всегда мужчины. Потому что там нет, ну, и мужчина может сказать, ну, а как договора подписывать, там, ну, только в бане же все. Ну, знаете, ну, желаем найти где подписывать договора. Ну, просто я вам говорю, что есть разные варианты, вы изучите эти вопросы. Ну, потому что людей порядочных везде ценят. И даже те, кто сами непорядочные. Вот даже непорядочному человеку порядочный помощник очень нужен. Понимаете? Порядочных людей везде и всегда в цене. Просто гордиться своей порядочностью не надо, не надо пальцы верить, перед начальником выкручивать, как бы, это уже другой вопрос. А вот, ну, жить правильной жизнью и считать, что тебя не оценят, это неправильное мышление. У женщин завиток идет в сторону бизнеса без семьи, а у мужчины в сторону гуляжа, да? Если разобраться, что это за завиток такой, поймите, что и женская энергия в человеке, и есть мужская. Вот в женщине мужская энергия работает в виде вот этого сухого труда, в котором нет счастья и жизни нормальной. А в мужчине женская энергия работает как разврат, пьянство и лень. Понимаете? То есть, ну, это одно и то же. Вот для женщины деградировать это уйти в тяжелый труд, в котором нет любви и нет личной жизни. А мужчине деградировать это уйти в разврат, пьянство и лень. Потому что для женщины это естественное состояние любить. Ей не нужен разврат, чтобы любить, понимаете? Она любит всех. И лень это естественное состояние, у нас всегда расслабленная женщина, потому что она же жена для счастья. И пить ей не надо, потому что и так хорошо. Понимаете? А мужчине все это надо, потому что искусственная попытка быть счастливым. Не с помощью победы над собой, а с помощью расслабления. Понимаете? Мужчина рожден для победы. Он должен себя побеждать всегда и везде. Не побеждать себя, он даже здоровье теряет. То есть, мужчина должен постоянно аскезу совершать, двигаться там и все прочее. Понимаете? Побеждать себя. А женщина должна всегда искать гармонии с этим миром. Это тоже аскеза. Жить в гармонии. Всех любить и всех захотиться. Всегда быть доброй, нежной. Это аскеза, понимаете? Но это женский способ жить. Волевой жизнью сильной. То есть, волевая жизнь у всех нужна, но и женская воля, и смужская воля. Какие вопросы у вас в этой теме? Вот вы говорите, а какие качества нужны лидеру? Вот какие качества нужны, такие у вас вылезут наружу, если вы так вот пойдете этим путем. Понимаете? Это все результат у каждого свои. Вот, допустим, если, допустим, начальник, он по природе идеолог, у него качество будет вдохновлять людей, быть проницательным, быть устойчивым в отношениях, верным в отношениях и так далее. Если человек по природе лидер-администратор, то у него будут качества, сильное воле, твердое слово, способность наказывать и так далее. Способность структуру держать в своей власти. Это все проявляется у человека естественно, потому что человек сам такой. Понимаете? Вот какой человек есть, такой он и раскрывается, само собой, если он правильно живет. Вот на что надо напирать. Некоторые люди пытаются качество все развивать, а живут неправильно. Это все равно, что большое яблоко вырастет на дохлые яблоки. Понимаете? Ваш вопрос? Да. Хочу попасть вам еще раз своей сестре. Вот она у меня деграмировала без наследия. Как ей помочь? Вот смотрите, помочь человеку можно только с помощью любви. Означает вытерхить ее такой. Вот она такая, и это нормально, это этап развития человека. Не то, что она деградировала, все она знак минус. Вот она хороший человек, все, она так живет, как многие женщины. Просто примите ее такой. Примите ее такой, любите ее такой, какая она есть, и через вашу любовь будет передаваться ваше знание ей. Она все равно пойдет в нужном направлении. Если женщина, если больно себя вести, по-доброму женщина вести, она превращается в женщину в результате. И начинает понимать, что она живет неправильно в результате. Но если ее принять, вот такой сказать, да ты там, давай живи правильно, то есть начать ее наузкивать, она еще больше туда пойдет, на зло врагу, так сказать. Поэтому побольше помощи человеку можно только с помощью принятия, это наши прошлые лекции, мы об этом много говорили. Не принял человек и не помог, ничего не случилось. С ним уже. Наш вопрос мужчина. А подскажите, как это отражается на детей, воспитание, бизнес-леди идет и в будущем, потому что у меня такая ситуация тоже была. Ну я где-то подскажу, что это, скорее всего, к развитию мужчин. Но отношения к супругу, кружу дети, вот маленькие. У вас маленькие дети, и вы сейчас беспокоитесь, как их развиваются? Да, как их не путь там становится. Они мои ошибки не провели. Вы с ними сейчас живете, или жена с ними живет? Отдельно с ними, но это вы. Отдельно с ними. Они будут все равно от вас перенимать. Если вы развиваете как личность хорошо, они точно так же будут развиваться. Но есть два способа развития. Один способ развития, вы контролируете детей, живете с ними, и все им объясняете. И они в соответствии с этим живут, меняются. Второй способ, это вы сами ведете себя правильно и просто любите их. Дарите им отцовскую любовь. И через эту любовь неосознанно передаются ваши качества им. Они становятся такие, как вы, но не сразу, постепенно, через любовь. То есть ваш путь — это через любовь. Уважать маму, заботиться о детях, терпеть унижение от бывшей жены. Она будет мстить всю жизнь. И как бы развиваться как личность. В результате вы передадите им качество ваше. Это произойдет на подсознательную любовь, через любовь. Ну то есть всегда ребенок копирует своих родителей, если он их любит. А если нет, то он становится противоположным именем. Ну противоположным это ничего хорошего. Вот допустим, мама, папа ругал маму всю жизнь. И я за это папу не люблю. Какой результат будет? Ну понятно, да. Жена будет ругать тебя, значит. То есть ты станешь как мама, подружкой. Ну то есть станешь слабым человеком. И жена твоя будет монстром. Она будет тебя ругать. То есть ты папу не любишь, который ругал маму. Значит ты не будешь любить свою жену, которая тебя будет ругать. То есть если ты принял, простил родителей, то тогда ты середину занимаешь. Вот это крайняя позиция качеля. Посередине оказываешься. И побеждаешь судьбу к химикасу. Так получается, ну и есть бизнес. Там туда и куда, и я как руководитель. Мы два руководителя были. У нее своя там позиция тянет, у меня своя. Я пытаюсь, я посередине, как бы, я только вытягиваю. И как бы вы говорите, отдаю ей любовь. Чтобы просто в последующем эти отношения не наложили отпечаток лидера матери, который потом, оно сложится в отношениях детей уже, этих мальчиков с своими сверстниками, с подружками. Как бы, оно пойдет. Вы не волнуетесь на этот счет. Если вы будете лепить своих детей и пройдете этот путь, то ваши дети, даже если пойдут этим путем, пройдут его быстрее. Потому что каким путем дети пойдут, от этого еще зависит, в какой среде они живут. Ну, допустим, если вы рыбок в грязный аквариум пускаете, но у вас чистые мотивы. Может быть, рыбки от этого будут развиваться, но грязный аквариум все равно их жаброй засорит. Понимаете? То есть сейчас общество грязное. То есть дети все равно в грязной среде находятся. То есть вокруг компьютерной игры. И, допустим, вы не контролируете ситуацию. Допустим, ваша жена, допустим, не слушает лекции, они развиваются как личность. Поэтому все равно ошибки неизбежны у детей. Но если вы правильно развиваете, если вы их любите, они в момент трудности интуитивно выберут ваш путь. Ну, то есть вы им поможете. Вот таким образом. Я знаю много примеров, как отец помогает детям, даже на расстоянии, несмотря на то, что живет не рядом. Самое главное не терять связь. Связь означает любовь, заботится. И она еще через жену идет. То есть жене она все выше и прощает. Чтобы он там не упылял. Он говорит, да, 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 все нормально, прости. Все вот как бы по-доброму к ней относиться. И иметь контакт с детьми. Не хотелось бы мои ошибки, которые они прошли, так же, как они проходили меньше. Ну, тут ничего не сделаешь уже. Хотелось или не хотелось. Даже иногда родители воспитывают детей правильно. Они все равно проходят эти ошибки, потому что так действует судьба. Судьба, она сильнее наших желаний. То есть иногда нам что-то хочется, а не всегда это возможно. Иногда дети повторяют ошибки, но если вы и прошли этот путь, то они тоже пойдут быстрее, чем вы. Это называется милость уже. То есть они получают милость от вас. Но если они живут с вами, и родители все правильно все делают, они могут своей силой направить на правильный путь детей с помощью изменения среды, в которой они живут. Они меняют общение, ну, то есть влияют на то, с кем они общаются, с кем они занимаются. Это уже очень сложно в современном мире. Это надо иметь очень сильное влияние на детей. Если уж эту тему заправливать, то есть три стадии отношений с детьми. Первая стадия, вот ребенок, ну, как бы, он что хочет, то и делает сам. Понимаете? Вторая стадия, ты ведешь себя правильно с ним, и он тебя уважает просто, и интуитивно перенимает твои качества. Третья стадия называется послушанием. Когда ребенок настолько сильно тебя уважает, что он начинает тебя слушать. Слушать означает слушаться. Это слушаться означает развитие разума. То есть разум на звуке меняется. И если у вас звуковой контакт такой с ребенком, что он верит вам как старшему, то он тогда с помощью внутренней аскезы, ну, как бы, заставляет себя не идти туда, где плохо. Ну, то есть не идет в ту компанию. Понимаете? Но если послушания нет, то он все равно его потянет туда. Потому что есть же инстинкты. И вот эти все плохие компании детские, они основаны на инстинктах. Понимаете? Мальчиков тянет к девочкам, девочек к мальчикам, их обоих на дискотеку. На дискотеке они там раздеваются. И так далее. Это все инстинкты. Понимаете? И эти инстинкты преодолеваются только с помощью послушания. Когда родители так сильно правильно к детям относятся, что дети начинают так сильно верить в них, что они начинают их слушать вся. Слушать вся. Они становятся послушными, послушниками. Это значит, что они преодолевают с помощью знаний свою судьбу. Я не знаю, кто туда не надо. Папа сказал. Я не знаю, почему. Но папа так сказал. Я туда не иду. Это признак очень сильного развития семьи в целом. Но прежде чем ребенок станет послушником, ты должен на платформу разума встать. Это означает, что ты вот все эти три стадии развития личности должен пройти. Ты должен стать разумным человеком, который управляет своей судьбой. И тогда ты сможешь управлять судьбой своих детей уже с помощью звука. Потому что ты им даешь советы без насилия, без напряжения, с любовью. Терпишь ошибки этого ребенка. У тебя очень много силы будет. Это признак сильного развития личности. То же самое с триггерсом своим подчиненным. Тоже вот Бог тебе дал. Не то, что тебе команда должна быть вся крутая. Не тебе прямо суперделок. Нет, тебе Бог будет давать по твоей судьбе. То есть кому-то не положено вот этого такого подчиненного иметь. Слишком крутого. Кому-то такого. И ты терпишь человека и развиваешь. Понимаешь свою судьбу. И тот, что тебе положено, он становится лучше и лучше постепенно. Ну то есть так же и с детьми. То есть в коллективе тоже самое. Есть три стадии развития. И первое, это коллектив мотивируется только страхом. Понимаете? То есть только страхом. То есть наказанием. И так далее, где работают. И тогда надо упахиваться просто в управлении. Потому что чуть-чуть не досмотрел где-то и там уже косяк. Понимаете? И когда больше развитый коллектив, он мотивируется деньгами. Вот понимаете? Это все от вашего развития зависит. Потому что вы даже можете и мотивировать, пытаться людей деньгами. Но они настолько у вас тупые, что они мотивируются только страхом. Понимаете? И вы не сможете от этого коллектива отречься даже на секунду. Вы будете все силы туда тратить. Потому что шаг в сторону расстрел. Понимаете? И постоянная жесть. То есть отношения на ножах. Очень жесткие крики воплитом. И второе стадие развития. Это люди развились получше. Потому что у вас самого лучше развитие. Вы с ними более деликатные отношения строите. И они мотивируются уже наградой, развитием. То есть они мотивируются деньгами, развитием. То есть что у вас в коллективе как бы хорошо работает перспективно. Это следующее создание развития коллектива. Таких коллективов, мать и бог, уже не услышишь. Там люди ходят такие с иголочкой. Все такие статусные, такие радостные внешние. Но как бы нацелены на деньги все. То есть люди. Коллектив весь нацелен на деньги и на успех. Понимаете? Но есть еще коллективы более развитые. Где люди мотивируются любовью к старшим, уважением. Мотивируются целью миссии. То есть мотивируются. Вот это как армия. Допустим взять армия Дарья. 350 тысяч человек. И Александр Македонский. Армия Самая Высшая Македонская. 40 тысяч. Армия Александра Македонского. Мотивировалась любовью к родине. И любовью к Александру. Потому что он был очень мощным лидером. Понимаете? И эта 40-тысячная армия разбила 350-тысячную армию Дарья. А там мотивировалась с деньгами. Это была армия платная. Понимаете? Это были как бы люди, которые за деньги воевали. И там шансов не было. Потому что вот эти две мотивации, они несравнимы. Точно так же в деятельности бывают такие коллективы, где люди мотивируются любовью к старшим, верой. Но это, понимаете, вот вы скажете, где ты видел такой коллектив? Я могу сказать, где. Я увидел у него себя дома. У меня такой коллектив. Понимаете? Ну, понятно, что это просто сейчас это как НЛО, неопознанный витающий день. Но хотя бы даже мотивация хорошая, успехом. И то уже круто, понимаете? Не как бы вот там орать на всех ходить там. И, ну, как бы, бутылкой водки по башке бить. Вот. А уже хотя бы такая мотивация успеха. Но то уже круто, если вы развились как личность до такого коллектива. Ну, то есть дети и сотрудники похожи, где мы похожи. То есть мотивация страха назначает инстинкты. То есть я на стадии инстинктов сам нахожусь. У меня, я не победил свои вредные привычки. Я не управляюсь, я не контролирую. Я скрываюсь у подчиненных. То есть у меня есть у самого закулы. То есть я сам не контролирую себя. А у меня такой же коллектив тоже. Бродячие музыканты. Сегодня здесь, завтра там. Напились, выгнал. Вот. Вторая, дальше человек. Стал работа гориком. Он упахивается, ему нужны деньги. Ну, и такие люди к ним приходят. Они как бы все как бы приклавлены, что у них хорошая фирма. Деньги есть, развиваемся. Вот успех. Все ходят циколочки. Все классно. Но внутри пустота. Потому что отношений никаких нет. Кроме дай, 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 дай. И, ну, соответственно. Ну, третий вариант. Ты становишься разным человеком. У тебя вера в Бога. Ты как бы любишь людей. В этом случае вера в Бога означает, ты вкладываешь людей. У тебя есть сила. Ты такой смотришь. Что, Василий Петрович, с тобой? Что, у тебя женой? Ну, пойдем поговорим. А у тебя, что ты болеешь? Давай я тебе оплачу лечение. Никому не говори. Все нормально. Там рассчитаемся. Вот. Блин, у меня такой начальник. Дай ему жизнь свою отдам. Понимаете? То есть люди чувствуют душу человека. Душу старшего чувствуют. Все. Это уже высший способ мотивации. То есть люди из такого человека готовы жизнь отдать. Они говорят, да никуда я не пойду. Я буду здесь работать, потому что мне здесь хорошо сердцем. Я здесь отдыхаю. Прохожу на работу, отдыхаю рядом с такими людьми. Понимаете? Вот это уже три знака за кого-то лидера. И ему счастье работает самому. И с ним счастье работает. Но он много сил от этих людей вкладывается в него. Не за клиник, работает за любовью. Ну, это сложный уж, сложный достижение. Мужчины, Ваши вопросы. Отташки? Нет, отташки. Алина Ивановича, а кого вы просили на теоретические затраты в данном случае? А так, на самом деле, есть ощущение, что есть желание? Может быть, неправильно? Вот, давайте микрофон. Есть у нас вообще микрофончик? Что такое у нас? Из микрофончика вопрос. Нужно микрофончик. Потому что вопрос очень хороший. Я хотел бы, чтобы все его слышали. Потому что звук направлен, крыловый, и там люди не услышали. Поэтому важно, чтобы все сейчас слышали. Есть микрофончик? Где-то есть, я смотрю. А кто передать будет? Давлю еще, не раньше. Вопрос в том, что есть желание помогать, допустим, в коллективе, либо в основном коллективе. Но при этом энергетические затраты очень сильные. Как в данном случае восстанавливать эту силу, если есть ощущение, что она... У меня вопрос. Сколько вы тратите на работу и на свою духовную жизнь, на свое развитие? Время. Ну, в данный момент, с какого-то периода, я на работу меньше тратил времени, больше на духовную жизнь. Ну, сколько вы на духовную, на работу, скажем? Давай, про полиции. Ну, если... Ну, 30% на духовную, 70% на работу. Это хороший процент. Значит, вы не должны мне задавать вопрос, как восстанавливать. Потому что вот духовная жизнь, она и восстанавливает. Ну, если сейчас правильно, духовная жизнь не только молитва, понимаете? Человеку нужно еще знать, что есть три составляющие жизни. Есть тело, три составляющие. Это три вида деятельности, помогая телу жить. Первый вид — это неподвижное положение тела, во время молитвы можно это делать. Второй вид деятельности — это неприемное движение, длительное. И третий — это пост. Лучше всего это все взаимодействие с природой делать. Если человек делает три вида этой деятельности, он не может быть, в принципе, истощенным. Потому что эти три вида деятельности заряжают человека как батарейку. Физическое тело и праническое тело, его энергия. Вот. Если говорить о психическом теле, то оно заряжается духовной практикой, молитвами. Посещением святых мест, храмах, добрыми делами. Значит, туда не хватает физики. Да, вот так и есть. Вы же физически нормально себя чувствуете. Вы еще физически. У вас сниженное давление, вялость в теле. Вот вы, то есть, вы не понимаете баланса между этими вещами. Скорее, да. Понимаете, я не проведу, как молитвы читать, и у меня все в жизни будет хорошо. И потом живот начинает расти. Вот. Жар постоянно в теле. И как бы, ну, что-то такое, вроде молюсь. Что такое? Так, а у тебя, ты в теле же живешь. В физическом теле живешь. И тело не нуждается в движении, иначе оно просто загибается. В теле есть три типа старения. Первый тип старения – это лишний вес. Он побеждается с помощью поставок плюс длительное движение. Ну, то есть, лишний вес пошел, значит, ты просто станешь, и все. Лишний вес или токсины в теле, а следующая стадия – это инфекции, когда токсины в следующей стадии инфекции, а лишний вес в следующей стадии – это доброкачественные волки. Это уже, значит, ты сильно стареешь. Как побеждается? Пост плюс длительное движение непрерывное. Доброкачественные волки – до свидания. Лишний вес – до свидания. Токсины – до свидания. Вот. Второй тип старения – жар. Побеждается постом на воде и неподвижным положением тела. Ну, допустим, йога, там, и так далее. Христианственные службы люди, скажем, двигаются. Читают, допустим, в служении. Вот. Пост плюс неподвижное положение тела – жар в теле. До свидания. Второй тип старения – до свидания. Жара начинается, жара заканчивается, потом дальше воспалительные процессы, потом дальше идут тяжелые заболевания организма, такие как сахарный диабет, астма, системные заболевания кожи, там, и так далее. Это все результат жара в теле. Кожные заболевания тяжелые. Вот. И третий тип старения – это напряжение. Напряжение преодолевается непрерывным движением, длительным, и неподвижным положением тела. Видите, третий тип астеза распределяют третий тип астеза. И вот эти третий тип астеза и есть настоящее лечение. Когда человек совершает достаточную степень этот третий тип астеза, он не болеет. Ну, как бы, насколько я понимаю, изучая этот вопрос, если человек непрерывно бежит в течение час сорок примерно, или может стоять в течение часа сорок, допустим, неподвижно, или может два с половиной суток поститься на воде, то он может жить долго без болезни. Ну, если он бежит час сорок, то ему надо бегать раз в пять дней. Стоять по час сорок неподвижным надо раз в два-три дня. А поститься по двое с половиной суток достаточно раз в три недели. И в месяц. Все. Вот этого достаточно, чтобы быть здоровым. Время, как видите, не так может тратиться. Гораздо меньше, чем на клизмы и на больнице. Если пошло дело. Причем, когда ты бежишь, можно лекции слушать. Очень эффективно сочетаются. Когда ты делаешь йогу, можно молиться. Очень подвижное положение тела, молитва суперсвящая. А когда ты постишься, можно подумать о жизни, потому что в это время очищается психика, и все твои проблемы перед тобой встают. Ты можешь это решать, понимать, что с тобой происходит. Трясли или пашка, так сказать, по-русски. Вот женщина сзади. Спасибо, Валерий Завич. Ну да, вам не хватает свежий коз. Спасибо, Валерий Завич. Ну, конечно, вы же не слухает, то есть, как добрая... Напугали, напугали историей бизнес-ледней сухой, я спрашиваю. Ну, вы видите, я немножко фанатичный вектор, поэтому не так много людей будет. Взял, напугал женщину, кто-то. Историей бизнес-ледней сухой. Простите меня. Я буду стараться помягче. Бизнес-ледней, это не то, что под всем плохо, это чуть-чуть-чуть-чуть одинокая женщина. Но это ненадолго. Устать, послушав лекции, все понимая, и сразу раз замуж, и все. Не расстраивайтесь. На самом деле, деятельность в отношении с людьми женские качества сохраняет и дает силу женщине, возможность выйти замуж. Вам нужно, вам отлично, вам нужно раскаяться в том, что вы совершили... Я раскаивалась. Это не было мне мало. Мало. Вы совершили поступок определенный, достаточно жесткий в жизни. Потому что вы же видели, по природе взяли, рубанули, как будто бы так, по-нормально. Я думала, я раскаиваюсь. Но вы и раскаивались, конечно. Но чуть-чуть еще надо. И вот когда вы раскаиваетесь, раскаиваетесь, у вас сердце потеплее, станет более теплым, и все, как бы... У женщины есть два типа красоты. Одна внешняя красота, она привлекает мужчин, которые секса хотят. Женщина это не устраивает, потому что она хочет семью. Второй тип красоты идет и сердце. И он привлекает мужчин, которые хотят семью. Этот тип красоты женщина не может себе. Она может внешне что-то сделать с собой, а этот тип красоты она не может себе создать. Теплое сердце, привлекающее человека, который хочет семью, может дать только Бог женщине, как на руках, за правильное понимание жизни. То есть если она раскаивается о свой плохой поступок за свою семью, она ценит семью больше, бросать никого не собирается в жизни, все уже твердо решило, сердце пошло тепло. Вас еще пока недостаточно. Еще надо чуть раскаивается, пойдет тепло, и как... Она уже и так все почти наладилась. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok